Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Года мне исполнил 18, а 15-го я пришел, сдал первый раз кровью. Ну что же, наше поздравление. Мы приглашаем на эту сцену Тимофея Четверткова, город Москва. Тимофей Четвертков, город Москва. Создал и возглавил программу помощи пожилым людям. За год отремонтировал 27 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Чтобы не забывали, чтобы помнили, чтобы помогали тем, кому мы должны. Мы приглашаем на эту сцену Анастасию Фишову, город Красноярск. Анастасия Фишова, движение Белый Клык, город Красноярск. Борется с живодерами. Наличные средства организовала приют и пристроила 4000 бездомных животных. Мы начали помогать бездомным животным в Красноярске. До этого вообще не было там никаких организаций, ничего подобного. На сцене Кирилл Брук, город Москва. Кирилл Брук, фонд «Линия жизни», город Москва. Собрал более 400 тысяч рублей на дорогостоящие операции для детей. Когда ты, в принципе, уникаешь и понимаешь, насколько твоя деятельность важна, и насколько много ты можешь делать, ты можешь делать все больше, больше и больше, это, конечно, прекрасно. Ну а мы приглашаем Ксению и Артура Чудаковы, город Воронеж. Ксения и Артур Чудаковы, город Воронеж. Летом 2010 года организовали работу 300 волонтеров по тушению пожаров. Потушили более полутора гектаров леса. Самое важное на пожарах – это иметь, наверное, холодную голову и лопату. Горячее сердце, чтобы помогать. Молодцы! 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 Здравствуйте! Загитову, город Уфа. Юлия Загитова, город Уфа. Работает корреспондентом. Благодаря ее репортажам власти Башкирии не допустили экологической катастрофы на озере Кулеш. Я люблю свою профессию, я журналист, я этим горжусь. И я не боюсь говорить правду. Юлия, ну у вас три фотографии. Три уже? Уже целые три. Уже четвертую фотосессию. Хотела бы что сказать. Делать дела добрые – это легко. Если кто-то боится это делать, то они могут обращаться ко мне. Звоните, пишите, вместе это сделаем. И еще маленькая просьба. Хотела бы обнять президента, потому что очень много девушек неравнодушных к нему. А давайте, может, разрешение спросим, нет? Сейчас весь зал просто позавидовал на самом деле. Какой приятный эпизод в вашей работе, Дмитрий Анатольевич. Светослав Баскаков. Центр социализации молодых инвалидов. Город Москва. С его помощью 50 детей-инвалидов получили возможность самостоятельно ходить. Проводить лечебную физическую культуру и адаптивную физическую культуру – вот, собственно, две наши основные задачи, два направления. Очень приятно получать награду от президента России. Хочу сказать следующее. В нашем лице были отмечены все добровольцы нашей страны. Ребята, будущее за нами. Будущее – это мы с вами. Спешите делать добро. Спасибо. А мы приглашаем на сцену Николаеву Екатерину. Город железнодорожный. Екатерина Николаева. Проект «Мамин домик». Московская область. Участвовала в организации приюта для матерей-одиночек. Помогла 13-ти молодым мамам. Приют существует только на частные пожертвования. Ну что же, позвольте представить Дмитрий Меркулов. Город Орел. Дмитрий Меркулов. Проект «Контрольная закупка. Город Орел». Привлек административной ответственности продавцов и владельцев 60 торговых точек, продающих алкоголь несовершеннолетний. Проблема легкой доступности алкоголя отложила отпечаток на многих моих знакомых и сказывается уже впоследствии в реальной жизни, в более сознательном взрослом возрасте. Спасибо большое за неожиданную, очень приятную награду. Хотел бы сказать, что без вас было бы намного сложнее. Дима, спасибо. Мы приглашаем на эту сцену Павла Мамаева. Город Москва. Павел Мамаев. Проект «Стоп-казино. Город Москва». Способствовал закрытию около 50 нелегальных казинов в Москве и регионах. Постоянно угрожают, постоянно пытаются тебе рассказать, что сейчас битый пролонит тебе голову. Со временем, конечно, их становится уже столько, этих людей, что ты не говоришь, что значит, сегодня ты 27-й, кто угрожает мне пробить голову битый. Дмитрий Анатольевич, я хотел поблагодарить вас лично, если честно. Дело, которым я занимаюсь, очень опасно. И я хотел вам сказать спасибо, потому что его гораздо проще делать, если ты знаешь, что государство стоит за твоей спиной, и ты не остаешься один в этот момент. Спасибо вам огромное. Екатерина Рогалёва и Алина Павлюкова, волонтёры отряда «Лиза-Алерт», город Москва. Организовали более 30 поисково-спасательных операций и спасли жизни 20 человек. Не спать лишних 8 часов, потом выйти опять на работу, на учёбу. Да, проблематично, но когда находишь человека, всё это выглаживается, ты не замечаешь. А мы приглашаем Ивана и Татьяну Митюговой. Иван Митюгов, город Новокузнецк. Спас из горящего дома четырёх детей и бабушку. Проснулся, быстро оделся, выскочил, все окна поразбивал. Детей всех вытащил, женщину вытащили. В течение 10 минут все дети у меня дома были. Поздравляем и приглашаем на эту сцену Киру Ларину, город Москва. Кира Ларина, фонд пищи жизни, город Москва. За два года приняла участие в более чем 150 акциях по раздаче горячей еды бездомным. Только когда мы что-то делаем для других, мы можем по-настоящему жить и можем по-настоящему испытывать настоящее счастье и глубокое удовлетворение. Дмитрий Анатольевич, я хотела вас от всего сердца поблагодарить за сегодняшний день. Это день я не забуду никогда. Спасибо за ваше внимание к добровольчеству и к добрым поступкам наших граждан. Спасибо. Спасибо вам. Огромное спасибо. Мы еще раз поздравляем всех участников молодежного форума заслуженной наградой. Дорогие друзья, вот по-честному за это я и люблю свою работу. Вот когда общаешься с людьми, которые вроде бы такие же, как и все остальные молодые ребята, девушки, стоят здесь. И в то же время у них есть своя жизненная позиция, которая их отличает, может быть, от большого количества других людей. И которые в определенной ситуации не трусят, не дергаются, не суетятся и даже, извините, не показывают пальцем в государстве и говорят, вот оно у нас такое паршивое, оно не работает, поэтому мы ничего делать не будем. А занимают абсолютно активную позицию. Причем это может касаться чего угодно. Может касаться просто больных людей. Может касаться заразы, которая, к сожалению, очень глубоко пустила корни в нашей стране, я имею в виду наркотики, другие виды зависимости. Может касаться просто помощи нашим меньшим братьям, я имею в виду домашним животным. И вот это неравнодушие отличает всех здесь стоящих. Мне очень хотелось бы, чтобы вы всегда были такими. И дело даже не в каких-то государственных знаках внимания, они всегда приятны. Тот, кто говорит, что ему это неприятно, тот, скорее всего, обманывает. Но даже без этого вы бы все равно продолжали делать то, что делаете сейчас. Занимались бы добровольчеством, писали бы откровенные репортажи, статьи, были бы защитниками прав угнетенных или тех, кто чувствует себя плохо. Это ваше жизненное кредо. Огромное вам за это спасибо. Потому что именно такие люди и должны строить наше будущее. А что такое наше будущее? Наше будущее – это мы с вами. Мы, кстати, сейчас его, собственно, и закладываем. Оно меняется. И оно меняется при помощи наших с вами действий, нашей с вами работы и нашей с вами неравнодушной позиции. Вот весь зал, который сегодня здесь – это люди неравнодушные. Люди, которым хочется своими руками что-то поменять в стране. И я очень надеюсь, что именно этим мы с вами и будем заниматься в ближайшие годы. Потому что все зависит от нас. Можете не сомневаться. Большое вам всем спасибо. Я сердечно поздравляю еще раз всех, кто получил благодарности. Будьте такими же, как сегодня. Молодыми, красивыми и активными. И я еще раз хотел бы сказать. Действительно, будущее за нами. Спасибо всем. До встречи. Пока. Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич. Через зал пройду, если нет возражений. Девочки, аккуратней. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!